Баттл Пасс Короче говоря, много-много всяких вкуснях, в том числе, ребят, что самое главное, здесь есть 1300 киткоинов, это довольно-таки неплохо, а вот для тех ребят, которые купят себе особый пропуск, вкуснях гораздо больше. Сразу на первом уровне забираете себе луча, машинка прикольная, интересная, веселая и для любителей фановой езды на четвертых уровнях. Но все-таки не луч, самое интересное, самое главное, вот если вы дойдете до 30 левела, это точно не составит абсолютно никакого труда, вы заберете себе феррума. Феррум это вам не джунюм, который у нас является проходной машиной в японском дереве, это абсолютно другая тачка. Нет, ну понятное дело, что корпус, башня, все остальное взято с него, но машина совсем по-другому перерисована и даже вот в этом внешнем виде смотрится классно. Особенно меня радует то, что когда вы будете на нем играть, а вы, соответственно, видите свою машину сзади, здесь тоже есть на что полюбоваться. Есть движущиеся части и это действительно очень приятно. Если вы еще немножечко поиграете, я уверен, что если вы покупаете себе особый пропуск, то понятное дело, что вы захотите идти до самого конца, на 55 уровне вы возьмете себе Страйкер. Это его уникальный внешний вид и как я спойлерил раньше, машина действительно обалденно выглядит. Разработчики очень классно поработали, что мне нравится. Не замысловато, в то же время интересно, с механикой действительно прикольно, интересно и абсолютно нестандартно. Да, машина удалась в отношении внешнего вида, но что по поводу технических характеристик данного транспортного средства. Пока мне его на пресс-аккаунт не начислили, выкатывать нет возможности, но как только он появится, сразу выйдет видос, в котором будем его тестить. Поэтому, если хотите это не пропустить, обязательно жмите сейчас подписаться на канал, обязательно нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить выход этого видео и убедитесь в том, что у вас прожато все уведомления. Именно в таком случае все уведомления с моего канала будут падать к вам в новостную ленту. Теперь, ребят, что касается технических характеристик. По броне. По броне, ребят, наш герой немножко уступает своему, в принципе, предшественнику из веточки Японии. Здесь будет меньше брони конкретно в отношении башни. Башня будет менее забронирована, все остальное по броне будет то же самое. Поэтому играть в целом будет комфортно нормально, единственное, что для тех ребят, которые Джуну часто гоняли, стоит помнить о том, что не настолько бодро машина будет отыгрываться от башни, как обычная проходная версия. Что касается сравнения двух этих машин, я не брал все тачки шестого уровня, их слишком много. Я взял просто для сравнения нашего Феррума и Джуню. Что могу сказать? Я очень рад, что разработчики именно с правильной стороны подошли к оптимизации данной машины. Дело в том, что они не добавили ему подвижности или сведения или еще чего-либо, то, что не надо было в нем улучшать. Они добавили ему ДПМа, они добавили ему ДПМа путем того, что они ему сократили время перезарядки. И это действительно, ребят, действительно приятно, действительно классно, потому что альфа в 220 на 6 левеле это уже хорошо. Ну а что касается времени перезарядки, когда ты стреляешь чаще, это гораздо интересней, чем увеличивать альфу, ну либо там добавлять по подвижности, а орудие оставлять таким же, как оно было изначально. Во всех отношениях остальных машина остается, в принципе, той же самой. Единственное, что, как я сказал, в отношении бронирования башни, здесь мы проседаем на 30 единиц. И об этом стоит помнить. Не играйте от башни на Ферруме, по крайней мере, в самом начале, пока не прочувствуете, насколько хуже играется данная броня. Но, опять-таки, появится машина в ангаре, выкатим ее в бой и посмотрим, на что она реально способна в реальном бою. Что могу сказать за себя? Однозначно запотею, однозначно обзаведусь особым пропуском для того, чтобы забрать себе этого малыша. Действительно, машина очень красивая. И если сравнивать ее с другими тачками, которые были ранее, ну вот, допустим, тот же самый Бластероид, ну мало чем там действительно выдавался из толпы. Ну, если не считать только вот этого вот прикола с двумя джойстиками, ну такое себе, согласитесь. И вот этот вот нагло нарисованный приклеенный танчик тоже далеко не идеал. А вот Киборг, допустим, мне заходил гораздо больше, потому что здесь есть подвижный пулемет, здесь есть великолепный внешний вид и есть тематика. И вот то же самое, ребят, касается и Феррума. Когда вы откроете его уникальный внешний вид, как я уже сказал, машина будет смотреться совсем по-другому. И как я говорил, действительно, разработчики, а точнее художники, довольно-таки на славу здесь потрудились. Мне очень нравится то, что здесь нет абсолютно никакого преувеличения. Есть просто несколько движущихся частей и этого более чем достаточно. Он не перегружен абсолютно никакими спецэффектами и это действительно крайне приятно. Спасибо большое разработчикам за то, что наконец-то в очередной раз в батл пассах выставили машину, которая действительно будет, ну по определению, по крайней мере, должна играться лучше, чем ее родоначальник. Ну что, друзья, все в бои, все в батл пасс собирать халяву. Ну а кто имеет возможность, обязательно покупайте себе особые пропуска, потому что это действительно выгодное дело. Я побежал снимать специально для вас и как только танчик будет начислен мне в ангар, я обязательно сниму новое видео и выложу его сразу на канале. Ну и по определению, ребят, мира и обязательно спокойствия. Пока-пока.